всем привет друзья продолжается эпопея или не эпопея короче вот это приключение с токарным станком вчера он что-то зарвался там конденсаторы побахали еще не вскрывал сейчас хочу его весь от стружки вчерашней почистить посметать и убрать все люфты все зазоры смазать все и в общем будем учиться работать на нем пока что надо все прочистить все трущиеся детали смазать откуда-то какая-то краска черная выступила непонятно откуда вообще она появилась там вот и вот эти вот здесь из войлокасальники какие-то стоят как я понял и они уже стерты не держат надо изготавливать новые вот они на таких болтиках прикручены их четыре штуки то есть с каждой стороны они стоят вот и в общем разобраться где тут что куда смазывать в коробку передач переднюю бабку я залил масло вчера а в коробку подач из нее только вода вытекала когда мы его транспортировали как-то заливать масло я еще не разобрался сейчас буду с этим разбираться коробки подач до открутили болты но мы точнее уже сняли крышку так на камеру просто еще раз открыть вот никогда транспортировали на автомобиле на грузовике на быт положили этот станок оттуда вода потекла здесь мы видим такую ну как бы немножечко грустную картину все в ржавчине но по всей видимости большого износа нету зубе целы ну в общем надо все обслужить смазать это вот скорее всего когда токарный станок стоял на улице либо еще как вариант просто предыдущий хозяин даже и не знал что тут что-то смазывается это включать вал подачи вот батя больше включить него вчера но сейчас все почистим смажем надо туда наверно солярки залить сейчас воду оттуда надо всю вычерпать как-то или шприцом откачать а вот она потекла до там грязь но грязь сейчас все это уберем смажем соберем все будет как новенькая чтобы промыть коробку подать решили установить вот из этих деталей вышел белый дым и они больше не работают вот такую деталь надо установить конденсатор в нем очень много белого дыма запрессованное сейчас заодно проверим выйдет он наружу или нет сейчас подключу вот сюда это дело подсоединил конденсатор теперь надо наверное отойти от линии поражения потому что если он взорвется нас осколками убьет так да не так но пробуем так здесь вроде все нормально так чё готов к взрыву белый дым вызываю тебя запустился родину так но чё-то как-то он тяжко запустился в реверс принципе запускается работает сейчас нальем туда солярки закроем крышку и промоем коробку подач просто вот так вот что там все вращалось и промылось хорошенько сюда в ванночку налил солярки чтобы посмотреть как работают фитили и вот с фитиля вот допустим вот в эту дырочку так кап кап смазка будет капать с этого вот в эту с этого вот сюда короче по фитилям доставляется смазка к трущимся деталям вот только у меня один вопрос мучает почему нельзя ее налить просто полную но не полную до половины допустим масло и пускай она работает либо она вытекать отсюда будет чтобы сальников не делать что я не знаю почему такое именно было такая инженерная так скажем мысль была у тех кто его проектировал вот так тут все вращается и смазывается с помощью фитилей но сейчас крышкой закроем зальем соляр и запустим и все внутри промоем открыли коробку передач вот этот вот выключатель он включает коробку подач либо вправо либо влево и что у нас получается в левую резьбу он хорошо идет переключаем нейтраль в правую включаем вот все четко крутится если чуть дальше включается 2 как бы передачи и вперед и назад ломает вот эту шестерню эту и он клинит для этого надо сделать нам вот здесь вот гужончик такой есть вот он его выкрутить надо как-то я его начинаю выкручивать меня отвертка гнется короче он не выкручивается не знаю пока как и чтобы переместить на валу надо ее маленько вправо сместить эту шестерню да на миллиметр хотя бы открутил гужон сдвинул маленько на пару миллиметров вот эту шестерню значит все сейчас все включается ничего не закусывает все отлично затянул гужон обратно шестерня съехала в обратную сторону сдвинул ее полностью оказалось тут засверлено отверстие которая центрует ее неправильно то есть это либо с завода либо кто-то сделал я не знаю но работает она сейчас неправильно к сожалению пока не придумал что с этим сделать долил еще солярки вот он винт получается вал крутится сейчас вот винт все без усилий переключается все хорошо работает вот вчера когда там была ржавчина не было смазки отец переключал это с титаническими усилиями все сейчас минут пять погултыхается солярку сольем зальем масло и все будет супер-пупер сейчас оттуда рванет грязи к течь но чернота с кусками грязи пошла сейчас крышку открою покажу как там внутри но валы чистые более-менее все нормально так то конечно тут не стерильная чистота сейчас но уже как бы все двигается спокойненько все переключается и это как бы хорошо а остальное уже не важно там стерильная чистота и не нужна в процессе работы просто будем менять почаще масло хотя бы раз в пять лет и будет все хорошо закрыл коробку подач все нормально вот тут выявилась такая вот незадача небольшая что резцедержка зажимается вот этой гайкой и это гайка в зажатом состоянии смотрит на патрон вот до упора затянуто смотрит на патрон из-за этого получается что но не удобно когда близко подъезжаешь к патрону он может задеть патрон для того чтобы она так не было сейчас разберу и снизу проточу маленечко вот этот плоскость надо зажать и миллиметрик снять и тогда она будет зажиматься уже либо на меня смотреть либо на заднюю бабку уже будет хорошо с обычной гайкой затянем и проточим 2 соточки 2 соточки вот такие соточки а потом вот 2 соточки миллиметра 2 деления 2 соточки миллиметра А шаг-то больше миллиметра, точно. 0,75. Зазоры где-то. Гробит, где-то зазоры есть. Красиво, да? Три ручки зазоры, зеркало. Так, сейчас закрутим, проверим. Так, где ключик патрона. Там, смотри, красота. Убери вот это. Так, на 20-го ключик. Ну, что думаешь, где сейчас будет, куда смотреть? Уже сюда, куда-то. 0,75, ну да. Ну, на меня еще не будет, наверное. Мне кажется, еще. Еще мало. Нормально. Да не, надо, чтобы она затянутая была. Вот так. Ну, еще чуть-чуть. Даже вот так она может сюда. Стояла так, да? Не, вот так она стояла. 0,75. Значит, тут осталось пополам. То есть. Ну, 1,50. 0,50. Чуть меньше даже. Да. 0,30. А можно 0,30 делать? Можно. Ну, не вот это, а малый продольный такой щели. Вот это, да, штука? Да. Но я ее не буду. Почему? А, туго. Так. О! Затянул. Получил. А, вот я, барон. Бывает. Сейчас подводишь, да? Ага. И оттуда уже пляшешь. Отмелел. Коснулся? Да. Сейчас ноль поставлю на рембе. В ноль. И все. И сейчас вот чуть меньше, чем. Вот. 0,25. То есть одно деление это полмиллиметра. Сейчас где-то 0,25. Снял. Сейчас чуть-чуть вот так. Попробуй. Давай попробуем. Так, смотрим. Сейчас должна уже около. На меня смотреть будет затянута. По диагонали. На юго-восток. О! Вот так само то. Отлично. Да? Да. Вот так прям ущерб удобно будет. И так раз. Открутил от себя. Повернул. Другой резец поставил. Раз. Затянул. Все. Доработка токарного станка при помощи токарного станка. Вот это мне уже нравится. Классно. Решил проточить вот такой вот болт. Просто для того, чтобы для опыта так скажем. Потому что, ну особо токарным делом никогда не занимался. Вот. По частоте обработки, что видно, что идет как бы дробление такое небольшое, не идеальный след от резца. Но снимал я сейчас за проход миллиметр на диаметр. Вот. Хочу попробовать нарезать резьбу на вот этом вот, на шляпке этого болта. Просто ради интереса, получится ли. Сейчас поменяю резец на резьбовой. И попробую нарезать резьбу. Вылет это большой. Желательно было бы ближе к патрону. Но. Резать его не охота. Он длинный. И туда во внутрь не пролазит. Он уперся там. Он вот такой длины. 20 сантиметров где-то. В общем, сейчас поменяю резец и буду пробовать нарезать резьбу. Рычаг коробки подач перевел на резьбу. Получается на винт. Третий рычаг поставил на 1,25 миллиметра. Как ее? Шаг резьбы. Вот. Сейчас будем пробовать. Моя первая резьба. Интересно, получится или нет. Что это будет за правой? Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляю подачи и сейчас еще раз пройдем. Резетчик бы не сломать. Добавляю подачи и сейчас еще раз пройдем. Но в принципе что-то получается. Что-то реверс блокироваться перестал. Добавляю подачи и сейчас еще раз пройдем. Много, видимо, взял за проход. Что-то подрало всю резьбу. Так. Ну интересно. Наверное... Все так когда-то учились. А, еще может быть смазка нужна. Что-то я про смазку забыл совсем. Ну-ка сейчас попшикаю. Может быть получше пойдет. О, что-то я наборщил походу опять. А, все посыпалось. О. Ну-ка. Так. Сейчас посмотрим, что получилось. Вытащим. Так. Не знаю, какого диаметра, под какую гайку. Но резьба, в принципе, не знаю, как вам камера чистая. На камеру видно или нет. Но резьба, в принципе, получилась. Такого для первого раза терпимого качества. Как я считаю, сейчас вытащу, покажу. А, все, ломай, круши. Вот, в принципе, резьба есть. Качество, наверное, не самое плохое. Может быть, не самое лучшее. Но для первого раза пойдет. В общем, учусь потихонечку. Скоро, наверное, начну какие-нибудь крутые вещи исполнять на токарном. А пока вот резьбу на болте я могу нарезать. Понемножечку, помаленечку. Туда-сюда. Опыт приходит. Станочек дорабатывать надо маленько. Оснасткой где-то обзаводиться. Резцы там и так далее. Всякие. Вот вращающийся центр бы не помешал. Я забрал, когда покупал станок. Вращающийся центр. Там в гараже был у мужика. А он под другой конус Морзе. Мне не подходит сюда. Вот. Поэтому надо где-то Авито смотреть. Или что-то где-то. Находить к этому станочку. Всякие оснастки. Делать, учиться. Ломать резцы. Но не унывать. И все получится. Я больше чем уверен. Вот такое видео получилось. Вам я желаю огромной удачи. Здоровья родным и близким. И до новых встреч. Пока-пока. Небольшой бонус для тех, кто смотрит мои видео до конца. Я прорезал еще две резьбы. Резьба шаг 1. Это вот эта резьба. Я ее делал с разрывом маточной гайки. То есть. Она, эта резьба, кратно шагу вот этого винта. Резьба 0,8 миллиметра. И резьба 1,25 миллиметра. То есть все резьбы, которые может делать этот станок, я нарезал сегодня. А это значит, я прокачал флэсткилл и уже имею небольшой опыт в нарезке резьбы на токарном станке. Конечно, надо резцы все там подгонять. Он, может быть, не совсем правильно резец установил, еще что-то. Но, по факту, резьба есть. Такой резьбой можно что-то прикрутить. И она, ну, довольно-таки ровненькая. Поэтому я доволен. Вот это вот сверху я запортачил уже сам после того. Нечаянно резец вогнал уже после того, как нарезал. Разворачивал резцы между собой. Вот так вот. А она зажата в патрон была, заготовка. И я на включенном токарном станке вот так резец загнал вот в эту верхнюю резьбу. В следующий раз буду отключать, прежде чем какие-то операции делать. Вот. Ну так, я очень доволен, очень счастлив. Мне очень нравится, что у меня получается. И если вам нравится, то я буду снимать ролики, как я обучаюсь работе на токарном станке. Может быть, смогу потом чему-то вас научить. Или вы будете учиться вместе со мной. Вот так вот. В принципе, я доволен. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.